Так, мы поднялись в горы, в какую-то деревушку, не вижу названия, там написано Парк Бурчино, в общем, какой-то парк вон туда, в сторону. Сейчас пойдем посмотрим, что там за парк. Так, ну вот мы подошли к этому парку. Вот, кстати, у них тут страничка есть в фейсбуке, прологодиполон.ком и инстаграм такой же, вот кому интересно. Вот, а мы сейчас туда спустимся, посмотрим, что интересненького нам будет. Вот тут, здесь не гуляют, там уже как высоко люди живут, а? Сейчас я пройду туда. Тут, скорее всего, животные какие-то ходят, раз тут такие вот решетки бродят. Ого! Как высоко там забрались. Так, ну все, отключаюсь пока. Прям как скалочный лес. Ну, муж же говорил, что где-то здесь есть река. Ну, мы прям за пределами этого города Бьелла. Посмотрите, красота-то какая тут. Горы, лес. Чистейший воздух. Прям чувствую, что я сегодня спать буду опять беспробудно. Так, заходим. Ворота тут. Посмотрите, какие ели тут многовековые. Вот. Да. Сказка. А не лес. Ого, какие. Прям как в Сибири. Ух ты. Метров 50 высоты, наверное, а если не больше. Может и сотка. Вот так. Ух ты, ух ты, как там. Вон, 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 вон. Речушка. Шумит. Сейчас я ее так. Ну, сейчас мы там, мы тут впервые, сейчас мы там пройдемся по тропинке. Может быть, даже и спуститься можно в такие места. Видели? А то скатишься клубком и не вылезешь оттуда. Класс. Видали? Видали? Ну, вот. Мостик написано. Провинция Дибиелла. Провинция Дибиелла. Вот такая там речушка горная. Солнышко в эту сторону. Сейчас я попробую еще на мобильной поснимать. Может быть, не так будет засвечивать. Красота. Вот так, наверное, лучше. Вот так. Видите, красота какая. Дорожка вверх, но мы идем пока вперед. Настоящий сказочный лес. Вот так. Тут какое дерево старое, интересное. Здесь вот такой стендик. Здесь производились раскопки. Я так вкратце переведу. Найдены кое-какие старинные вещи. Сейчас я где-то видела, какого века. 13-го, что ли. Где-то было написано. А, вот. 13-го, 14-го, 13-го, 13-го, 16-го века. Здесь находили вещицы. Ну, это обалденное место. Муж мой как-то не хотел особо сюда подниматься. Но я прям как чувствовала, что надо сюда. Вот. Видите, как туда вверх можно и подняться. Но если я поднимусь, надо будет меня спускать чем-нибудь. Либо на парашюте слетать. Так. Чего мы приехали в этот город? Я как бы в начале съемки засекретила этот вопрос. В общем, когда-то мой муж работал в одном ресторане. Ну, и там работала пара. Уже 4 года они там работали. Муж с женой. Он итальянец. Она румынка. Ну, похожа на русскую. Даже многие слова похожи у нас с этим языком. Вот. И они закончили 31 декабря этого года работу в том ресторане. Кстати, мой муж как раз там работал с ними эту ночь. И они вот в этом городе взяли в аренду бар. Я вначале думала, что они от этого фитнес-клуба контракт заключили. Оказывается, нет. Все, что, короче, они там заработали, это вся выручка их. Сами на себя, короче, пошли работать. Без всяких контрактов. Вот. Вот она речушка. Видите, как туда низко спускаться. Вот. Вот мы к ним приехали в гости повидаться. Муж хотел разузнать обстановку, как и что тут посмотреть место. Потому что здесь регион более побогаче и повыше зарплаты. Вот к чему я веду. Так. И заодно снимаю. Так, слышно? Слышно? Колокол бьет. Мы, кстати, сюда ехали. И нам покойник встретился. Похороны итальянские. Я, конечно, это не снимала. Об этом тоже когда-нибудь расскажу. Потому что похороны юга и похороны севера отличаются. Фу, мне аж как я с фитнес-клуба вылезла. В гору пошла, пошла, выше и выше. Иду как спорт. Вот. Да, удивительное место. Главное дело, что тепло. Как-то приехали 3 часа назад сюда. Морозец был. Вот. Так, сейчас отключаюсь я. И пройду дальше уже без съемки. Может, там что-то интереснее будет. А то сейчас опять память закончится. На самом интересном месте. Вот так вот. Отключаюсь. Так, ну вот. Библиотека де ля натура. Уже тут болотце какое-то. Есть у нас. Ой, какая панорама. Сейчас я камеру включу. У Ази вай-фай. Так. Зона вай-фай. Сейчас я посмотрю. Можно ли подключиться. Друзья мои, мы в парке города Биелла. Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры создавал DimaTorzok Все-таки я сюда спустилась Посмотрите, какой старый мост По нему опасно ходить Потому что он тут даже завязан проволокой Но я спустилась Очень-очень опасное место Вот она речка какая тут Маленькая Отстала я от мужа Забрела Без страховки Поснимать О, речка Вот она Речушка Шумит Какие тут ели Кто еще не был В итальянском лесу Вот, пожалуйста Приглашаю Ну вот, друзья мои Отстала от мужа Заблудилась Никого нет Ни души Ау Класс Ой, какие тут деревья старые Если бы вы знали Ой, сказочный лес Действительно Но мы Возвращаемся в Милан Потому что нам еще час Ехать по трассе А вон на горизонте Там кто-то появляется Я тут не одна, оказывается Всем хорошего дня, друзья Ой, жизнь прекрасна Хе-хе-хе Вот еще раз вам покажу Речушечка Вон там Видно Кому-то горное Так А мне теперь Километр бегом В гору Догонять Мужа своего Он уже чувствует Что дошел до машины Ну все Всем пока Мишка косолапый По лесу идет Шишки собирает И в мешок кладет Одна шишка отскочила Прямо Мишке в лоб Мишка рассердился И ногой топ А это вам стишок Всем пока Сейчас назад В лесу Было еще солнце Вот И уже стемнело Хорошее путешествие Приятное с полезным Обратно на дороге Сидит кассир Сейчас узнаем А столько же Вон Показывают нам на табло 9 евро 90 центов Вот так то Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры создавал DimaTorzok